Ооо, оператор, жара капитальная, вон на улице 80 градусов уже, капец, просто нереально. Эй, 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 что лежим? Что лежим? Жара! Так вот именно ты посмотри на наших животных, вон, им жарко, вот поникший кот, животным жарко. Так мне тоже жарко. Я тебе открою секрет, самое главное животное здесь, давай. Чё давать-то? Слушай, кондиционер сделай, пожалуйста, нам, чтобы нам было комфортно здесь жить. Нифига себе запросы, я тебя не знаю. Ну ты, ё-моё, кондиционер, где я уже устал, там, и вон пот течёт. У тебя вон кот лысый, с него пот течёт. Вот-вот. Ваник, я думал, ты на моей стороне. Он тут тоже, если что, с нами. Мы с тобой когда враждовали, ничем хорошим это не закончилось. Сейчас я живу в твоей комнате. Вот, всё, короче. Вечеру, чтобы был кондиционер. Блин, отдохнуть. Оператор, пойдём. Засада опять. А тебе я припомню это ещё. Блин, оператор. Это чё за подстава? Почему кондиционеры-то такие дорогие? 300 тысяч рублей. 200, 300, 400. Да... Кого? Кого? Пойдём ко мне в ангар, вопрос решать. Чё делать-то, Вия? А? Придётся покупать ведь, да? Да... Деньги-то где возьмёшь? Да какой покупать? Ты чё, с ума сошёл? Таких денег, ещё и там всякая геморроя потом. Ты знаешь чё? Я же инженер. Я могу сделать такой же за доллар. А может быть, ну, максимум за два. Ты же мне поможешь в этом? Как мы это сделаем? Да элементарно. Чтобы что-то сделать, нужно сначала понять, как это работает. Это самое главное. Поэтому в интернете совершенно бесплатно мы находим схему кондиционера. Слушай, тут сразу становится всё понятно, почему он такой дорогой. Тут компрессор, вентилятор, рассушитель. Смотри, это всё лишние детали. Ё-моё, посмотри, как это сложно всё. Столько всяких штучек, дрючек. Зачем это всё? Короче, когда понял, как это работает, уже можно упростить систему и сделать что-то своё. Смотри, во-первых, корпус у нас будет максимально простой. Он будет вот такой вот. Такой вот корпус. Вот здесь, короче, будет вот так вот направляющий. Вот это всё вот так вот. Вот это, ну, то, что там было написано. Вот так вот это дело будет вращаться, значит. Воздух будет заходить вот так вот сюда, а выходить вот отсюда. Понял? Вот так вот. Всё, в принципе, схема готова. Ты думаешь, ты вот сделаешь такую коробку? Ну? Если будет работать как кондиционер. Это будет работать лучше, чем кондиционер. Ты что, не знал, что я инженер? Так, Вия, ты вот там нарисовал даже вот вентилятор и другие все детали. Где ты их возьмёшь? На это же тоже деньги нужны. Мы с тобой в России живём. У нас на помойках всё, что хочешь, можно найти. И если сильно повезёт, даже целую тачку можно найти. Ё-моё. Под водой можно понырять. Но у меня сегодня день везучий. Я уже раньше находил всё, что мне нужно во время магнитной рыбалки. Вот, пожалуйста. Вот вентилятор. Вот проводка. Карбюратор нам понадобится, как думаешь? Нет. Как может не понадобиться карбюратор? Что вы здесь делаете? Вообще, на самом деле, ребят, сейчас время такое, жаркое. Поэтому обязательно смотрите ролик до конца и скидывайте его всем своим друзьям. Потому что только я вас могу научить, как сделать такой дешёвый, а самое главное, эффективный кондиционер. Только у меня на канале есть такой туториал, поэтому смотрите всё внимательно. Но, как вы поняли, нам сначала понадобится вентилятор. Ну, откуда угодно вы можете взять. Ну, лучше всего работают радиаторные вентиляторы, они дуют, будь здоров. У деда это, в гараже таких головам. Ну, конечно, если вы где-то в гараже не найдёте, дожидаетесь, когда любой чел оставит капот тачки открытой. Гаечный ключ, ништяк. Там стопудово такой есть, а то и помощнее. Поскольку это DUI, нужно обязательно всё, ну, переделать немножко и не обойтись без инструмента. Электричество надо. А ещё есть один лайфхак. Ну, я уже его рассказывал раньше, но напомню, потому что всем моим подписчикам он нравится. Если у вас нету какого-то инструмента или каких-то деталей, просто подходите к любому деду. Желательно постарше, который там в гараже что-то возится, что-то делаете и говорите, дед, привет, я твой внук. Мне надо там болгарку, вентилятор, то-сё, третье-десятое. И он такой, о, конечно, держи, внучё, не зря ж я это всю жизнь копил, хоть пригодилось. Поверьте мне, попробуйте и напишите в комментариях, что у вас получилось. А тем временем, тем временем мой основной элемент охлаждения готов. Самый главный элемент, конечно же, это корпус. Корпус должен быть красивым, аккуратным и функциональным. Поэтому я сделаю его из картона. Чертежи делать не обязательно, только если вычертила. Большинство моих изобретений сделаны на 90% из картона. Почему? Потому что из картона можно сделать всё, что угодно. Даже, например, автомобиль. Вы мне не верите? Тогда посмотрите вот этот видеоролик по подсказке, и вы будете приятно удивлены. Так, и сейчас мы приступаем уже непосредственно к сборке корпуса после того, как всё вырезали. Помогает мне в этом дело Ваня, наш новый член команды. Вот. Кстати говоря, подобные проекты всегда лучше делать с кем-то вдвоём, потому что если в конце у вас, во-первых, так веселее, безусловно, а в конце, если у вас ничего не получится, то вы хотя бы не будете чувствовать себя одним таким кретином. Либо можно сказать, что это он виноват. Да, это отличный вариант. И, кстати говоря, у вас, наверное, сейчас сразу же возник вопрос. А где стажер? Почему так долго его нету? Ну, этот вопрос пока и для нас, на самом деле, остаётся открытым. Но Дима сам дал комментарии по этому поводу, и рассказал он об этом в нашем телеграм-канале. Поэтому прямо сейчас туда переходите по ссылочке в описании, и вы сможете посмотреть и узнать, что он там сказал по этому поводу, по поводу своего отсутствия. Это всё информация, на самом деле, которая даже есть у нас. То есть примерно, что вы знаете, то же самое знаем и мы. Корпус-то готов к тем временем. Ну вот. Это, в принципе, корпус. Я заделал все отверстия. Воздух теперь циркулирующий, никуда не будет уходить. Сейчас я поставлю, короче, верхнюю часть. И на неё у меня будет установлен вот таким вот образом мой пропеллер. Ну всё, в принципе, как по тем чертежам я и делал. И будет выдуваться воздух вот так вот. Так в смысле будет воздух выдуваться? Это ты сделал обыкновенный вентилятор, который в магазине можно купить тысячи за три. Лучше уж не заморачиваться и реально просто обычный вентилятор купить и всё. Ты не понимаешь, что это только прототип, это только начало. Дальше вступает в ход моя инженерная мысль. Поверь мне, это будет работать как кондиционер и даже ещё лучше. Итак, вот это будет основной холодген. Охлаждающий элемент моего кондиционера. По этим трубкам будет поступать холоднющая вода. И вентилятор будет раздувать её. Холод, который она генерирует. Тем самым создавая эффект кондиционера. Ну вот так уже выглядит, по сути дела, итоговый вид нашего корпуса. Внутри он тоже не просто так. Это не коробка. А, видали, настоящий воздуховод. Сейчас я это всё дособеру. И вот таким вот образом сюда будет остановлен мой вентилятор. Здесь уже установлен элемент плетье, это называется? Пельтье. А? Пельтье. Элемент пельтье, охлаждающий элемент. Один в один я его повторил. Смотри, вот, видишь, элемент пертье. Он вот здесь вот установлен таким вот образом. Сюда поступает холодная вода. Она забирает энергию у воздуха, тем самым охлаждая его. И здесь вентилятор задувает, выбывает отсюда холодный воздух. И вот, видишь, мы будем сюда загонять холодную воду, ледяную желательно. И она будет вот так вот проходить, выходить отсюда и остужать воздух. Ничего не будет работать. Я уже вижу стяжку. Если есть стяжка, то всё, значит, ничего работать не будет потом. Ага, ага, смотри. Я инженер вообще-то. Сейчас наполнится система, прокачается. О, видал? Прокачивается. Значит, моя система пертье работает. Ну всё, смотри. Как тебе, оператор, согласись, уже выглядит серьёзно, да? Нет. Смотри, какой рабочий кондиционер. Можно менять направление потоков воздуха. Ну, сначала, конечно же, как любой кондиционер, его нужно установить. Я буду устанавливать этот кондиционер в буханку. Ну, блин, хондёр в буханку. Офигеть, да? Ну, это так, для прототипа. Когда доделаем, когда всё отреставрируем, это холодген. Тогда уже будет. А? Корпус из железа, да? Да, 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 да. Чтобы поле-то показывать, а то она... Ну, короче, надо убедиться, что он работает. Это холодген, ледяная вода. По закону Архимеда, после плотного обеда, полагается, по... Закончите сами. Это мы, короче, опять же, по закону Архимеда устанавливаем вот так вот, сюда. Просто холодген должен быть обязательно над кондиционером. Это обязательное требование. Активируем мы холодген следующим образом. Вот так вот. Вот. Так вот. И включаем его. Мы эту трубку в бензин использовали. О, оператор помог мне. Включили холодген. Сейчас здесь зафиксирую. Не в ту сторону ты дул. Ты что, офигел? Это он за кадром не в ту сторону дуть начал. Козёл. Сейчас я здесь зафиксирую. Так. Всё, нормально. Ой, блин, как больно приземлился. Всё, теперь эта штука у нас будет охлаждать наш воздух. Вот, то есть, так вот самотёком через ту радиаторную штуку идёт холодная вода. И теперь надо это дело запитать. И вы почувствуете, точнее, я почувствую холоднющий, леденящий душу воздух. На уровне прототипа, точнее, ну да, вот так вот мы на скруточках всё сделаем. Это будет работать от аккумулятора. Но, естественно, есть вариант, как нифиг делать, работать от сети. Просто те же самые 12 вольт через трансформатор миниатюрный подаём и получаем рабочую систему от сети. А здесь ещё лучше. Почему? Потому что у нас что это? Портативный кондиционер. И автомобильный кондиционер. Короче, три в одном. Домашний кондиционер, портативный кондиционер, ещё и автомобильный. Блин, слетела клемма. О! А что, я в ту сторону его поставлю? Нет, слушай, дует сюда сильно, но почему-то не чувствуется отсюда потока. Еле-еле. Ну, вот тут сильно, да? Да, как бы там вот засовываешь руку вообще сильно, а выходит-то как-то не очень. Ну, воздух холодный. Инженер, слышишь? Авиотехнику. Клоун. Почему он у тебя засасывает? Я не знаю. Я не знаю, что я поставил в интеллект. Сейчас подчиню. Ну, всё, я починил, всё перевернул. Так даже лучше смотрится, да? Ничего не торчит так. Прикольнее получилось, да? Угу. Так, Ваня, надо сейчас хладген будет запустить. Сейчас я сделаю, включу здесь. Давай, включай хладген. Это ж вода. Ты что боишься-то? О, потекло? Да, что ж такое-то. Потекло? Да. Всё. Запускаем. О, вот это разговор пошёл вообще. Вот это найс, ребята. Смотрите, это вообще уже очень серьёзно. Вообще. И холодно, да? И холодно ведь. Прям морозно, я бы сказал. Ну да. Работает. Ништяк. Реально за бакс кондиционер сделал. Ну понятно, да. Эстетику нужно ещё доделать. Ну я прям сейчас такой кондиционер поле принесу. Вот она обрадуется, да? О, дорогая. Встречай, я это сделал и купил кондиционер, как ты просила. Что это за фигня? Это кондиционер, сама просила купить домой. Это не кондиционер, это не кондиционер, это какая-то фигня. Нет, 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 это такой дизайн, сейчас самый модный, модель последняя такая. Ты мне... Это постэкалептический, 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 такой дизайн. Ну покажи мне как работает, пыли у нас дофига были. Да это не пыли, это дизайн такой, он какой, ты думаешь, я что его на помойке нашёл что ли? Да. Это новый. Сейчас покажу как работает. Вот, с тобой запустите этот кондиционер на скомпании, надо два ведра и два стула. С пиками, точёными. Нет, 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 просто обычные, обычные. О, ведро номер 1. Вот, ведро установили, это криоген. Вот. Короче, сейчас, смотри, сейчас сначала мы его запустим, это очень важно. Меня дома не будет, будешь вот так вот делать, короче. Ага. О, на грязь это, да, я же сказала. Да это у меня из-за... Смотри, особенность чё, можно взять с собой он, например, в поход. Ага. Понимаешь, да? То есть, смотри, вот, да, потому что он работает от сети и от аккумулятора. Где мой аккумулятор? О, Вадик, здорово! Здорово. Давай, тащи молоком сюда. Ты чё, тут давно? Да, только пришёл, только что посмотреть на патент. Вот, смотри, короче, Поля мне сказала с утра сделать это, ой, купи. Да, больно, больно. Да сейчас я не хочу, чтобы у нас всё взорвалось. Вот. Найс. Вот, вода поступает, оглаждается, здесь задувает. Смотри. Давай, поставляй волосы. Смотри, как освежает. Полярность перепутал, я так понял. Полярность поменяй. Ты чё, инженер или чё, я не понял. Это когда мы его в начале переворачивания, я вообще не понял. Фу, воняет гаражом, выключи. А гараж тут будет, дома гараж не хочу. Чё, реально не нравится? Нет. У нас и при гаражом воняет. Ты понимаешь, что сюда даже гараж привёл. Мне нравится, слушай, нормально. А ты патент-то это сделал, нет? Где покупать-то, как этот вариант? Чё, вам не надо? Тебе это понравилось? Нет, вам не надо, да? Да, вам продам тебе. Мне надо, да? Туда, к столу мне, что продавать-то? Там, туда, поставь, не его. Ладно. Вот здесь вот лежишь. Вообще, она там тупает. По-моему, классное жило. О, смотри, китало, какие волны сильные. Да ни один кондиционер покупной не сможет такого напора дать. Батику вон нравится вообще. Так, и чё делаешь? Чё делаешь? Так. Ну всё, иди отсюда. Иди со своим гаражом. Вот эти кондиционеры ты достал. Ну правда, свои самоделки дебильные. Пока на кондиционер не накопишь, не приходи. Всё. Тебе Мафи тоже говорит, проваливай, нам кондиционер твой не нужен. Он воняет гаражом, ты понимаешь, он пыльный. Ну вот иди, крысы, в гараже. Вот крыс, крысы. А чё крысы? Вадик, ты что? Сейчас туда установим. И кстати, вот, установим сейчас на рабочее место Вадиму шлаку кондиционер. Нормально. И кстати говоря, те клоуны, которые пишут, где Вадим шлак, где Вадим шлак. Вот я Вадим шлак, меня вот терять не надо. Я здесь целый день сижу, вот и монтирую ролики, видите? Вот так вот. И монтирую, сейчас угадайте, что. Он будет вот так, глава. Такой вот корпус. Вот здесь, короче, будет. Вот. Вот так вот направо. Всё, поняли, как всё быстро и просто делается. А как так? Ну короче, Вадим шлак, ты молодец. Тебе за это премия в виде кондиционера. О, полярность поменяй. Блин, опять полярность не та. О, нормально. О, нормально вообще. Вот это кайф. Вот это кондёр. Вот всё. Теперь тут можно вообще даже ночью работать. Можно даже домой никуда не уходить. Себе демонтировать. Вот, отсчитай. О, всё. А вообще, на самом деле, по-моему, суши это. Давай, окно открывай, мне кажется. Чё? Вырубай всё к чертям, короче. О, смотри. Ты пока делал кондиционер свой, на улице уже дождь начался. Твой кондиционер уже актуальность потерял. Твой. Ливень вообще жуткий. Кого? О, жара-то прошла, пока ты делал. Открывай окна. А это забирай. Да что ж такое-то, а? Никому не надо мои изобретения. Может, кто-то из подписчиков оценит хоть. Напишите в комментариях, ролик вам понравился. И кому-то моя задумка, может быть, зашла. Я научил вас, как делать DIY-кондиционер профессиональный. Короче, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ролики, которые выходят регулярно, специально для вас на канале Живее. А с вами был я, Вячеслав Смылов, или Живее. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok